Скоро наступит самый страшный праздник в году. Из темных уголков повыползают вампиры, привидения, ведьмы, зомби и другие кошмарные существа. Поэтому нужно к этому подготовиться. Меня зовут Любовь, и сегодня я хочу рассказать про самые лучшие и интересные книги на Хэллоуин для детей. Надо же их немножко попугать. Бу! Начну с книг-новинок, потому что я знаю, что больше всего вы любите именно новинки, особенно те, которые раньше не видели. Это серия трех книг от издательства Манн Ивано Фербер про Кошмарио и Сунелли. Если по своей глобальной идее, то это переложение классической истории о Ромео и Джульетте, но в детской версии. Основная проблема главных персонажей, что у разных семей разные жизненные принципы. Поэтому Никс, Кошмарио и Сен Сунелли приходится прятаться от взрослых. Да и познакомились они при крайне странных обстоятельствах. Девочке Никс нужно было создать свой первый кошмар, наслать его на ребенка. А Сену Сунелли нужно было придумать самый сладкий сон и тоже укутать им ребенка. И самое удивительное, что это был в один день, а точнее ночь, и один и тот же ребенок. В итоге у них получился Драконорог, помесь кошмарного дракона и милого единорога. Ну а дальше дети вместе решали возникнувшую проблему. Во второй книге Никс устраивает для Сена пижамную вечеринку. Но так как она из семьи Кошмаря, то и вечеринка специфическая, да еще дракона-кролика случайно создали. Ну а в третьей книге Никс затащила Сена в свой летний лагерь. И вот во всех этих ситуациях мне больше всего жаль именно Сена. Этот мальчик из рода Санелли не привык к выходкам из семьи Кошмарио. А Никс, в свою очередь, не понимает, почему ему это не нравится. Но в итоге все, конечно же, заканчивается хорошо. Книга совсем не страшная, хоть и может показаться, что тут какие-то страшные темы. Нет, по сюжету у нас совсем проста, и даже в годы четыре было бы понятно. Но я все-таки в четыре года бы не читала, как раз из-за темы. Мне кажется, что идеально для младших школьников, которые читают самостоятельно. И можно взять эти книги в качестве легкого чтения, потому что написаны они максимально просто. С моим сыном мы не читали. Может, будем, может, нет. Не знаю, еще не решил. Для меня маловато раскрытия персонажей. И ощущение, что есть не до конца закрытые линии повествования. Такая вот, знаете, немного наивная детская книга. Но стоит учитывать, что она все же для возраста 6+. Здесь очень простые загадки и проблемы, которые легко получается решить. Иногда даже почти случайно. Но в общем и целом нормальные книги, хоть и не шедевры. И читается забавно. Не так, чтобы было бы гомерически смешно, но забавно. Есть детали, которые понравятся именно детям. Вы же знаете, что у них бывает специфический юмор. Но хочу отметить, что глупых шубок тут нет. С учетом адресации именно детям шутки нормальны. Бумажных книг у меня нет и не было. Я покупала электронную версию. И если мы с моим сыном будем читать, то именно в электронном виде. А вот что касается иллюстраций, то они классные, как и само оформление книги. Рисунки здесь трехцветные. Белый, черный, включая оценки серого. И еще какой-то цвет в зависимости от книги. Например, в первом томе это зеленый. Во втором оранжевым. А в третьем голубой. Если подвести итог, то как для Хэллоуина это может быть неплохим вариантом книг для детей младшего школьного возраста или старшего дошкольного с простым сюжетом и забавными ситуациями. А нужна ли вам эта книга, решайте сами. После предыдущей серии книг напомню про трилогию «Лавка кошмаров». Эти книги попроще, потоньше, и если их читать, то лучше всего это делать в 4-5 лет, потому что потом может оказаться скучноватым. Все в свое время. Если кратко, то большой интриги в этих книгах нет. Сюжет прямолинейный и персонажей немного. Здесь рассказывается про девочку, которая устроилась на работу в лавку кошмаров, которая принадлежит странно деду. Кроме него, там есть еще несколько интересных персонажей, и они, кстати, действительно очень классные. В каждой книге будет какая-то загадка, проблема, которую получится решить к финалу. И еще здесь очень классные иллюстрации с огромным количеством смешных деталей, да и написаны книги с юмором. Если вы хотите узнать подробно про вот эти вот три книги, то предлагаю вам посмотреть вот это вот видео, в котором я про них говорю достаточно долго, а мы двигаемся дальше. В связи с тем, что YouTube сейчас нормально открывается не у всех зрителей моего канала, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал. Ушон-то у вас откроются, а все важные новости обязательно будут там дублироваться. Возможно, я буду там выкладывать отрывки из своих длинных видео с YouTube, если, конечно, вам это нужно. Так что дайте знать в комментариях. А также в моем телеграм-канале вы найдете информацию, которой нет на YouTube. Например, про те книги, которые мы читаем прямо сейчас. Следующую книгу я взяла по рекомендациям подписчиков. Это Петранелла «Добрая ведьма с яблонево дерева». Да, тут про ведьму, поэтому книга подходит для Хэллоуина. Но книга совершенно не страшная, потому что если мы читаем детям про сверхъестественных существ, то они не обязаны быть жуткими и пугающими. Хотя стоит признать, что Петранелла умеет злиться, и тогда она делает не совсем добрые дела. Но это только в том случае, если кто-то хочет навредить ее любимому яблочному саду. Данная книга только первая часть из серии, следующих у меня нет. Но в конце тут, кстати, вот нарисовано, что вот здесь вот 4 книжки и еще вот 2, то есть еще 6 штук, кроме вот этой вот. Я пока не решила, возможно, я буду их докупать, возможно, возьму в библиотеке на польском языке, потому что Петранелла тоже переведена, но мне кажется, их там 4, а не 6. И в общем и целом в Польше они не сильно популярны, в отличие от русскоязычного пространства. Петранелла идеально подойдет детям младшего школьного возраста, а также старшим дошкольникам. Это невероятно добрая, чудесная книга. И я долго проходила мимо, пока несколько раз в комментариях под разными видео мне не написали, что она интересная и она действительно классная. Главная Гриня Петранелла живет в домике на яблочном дереве, и этот домик сам по своей форме является яблоком. Предыдущего хозяина сада она давно отвадила, поэтому живет-поживает одна. Точнее, не одна, а со своим другом-жуком-оленем и еще с кое с кем, о ком я вам не расскажу первую встречу с этими существами, стоит провести без знания о них. Но внезапно Петранелла с ужасом осознает, что в дом переезжает семья. Двое взрослых и двое детей. И тут-то все и начинается. Наша ведьмочка далеко не идеальна. Она действительно пытается делать сомнительные вещи, чтобы люди уехали. Но приехали-то они сюда из города не от хорошей жизни, и дети окажутся вовсе не такими плохими, как ей показалось. Поэтому, конечно же, они подружатся, и дальше будут интересные приключения, которым будет рада не только Петранелла, но и вся семья. На обложке вот здесь вот сверху есть надпись «Для всех, кто любит Астерит и Лингрин, читать обязательно». И хочу прокомментировать это. Я знаю как минимум трех людей моего возраста, кто ассоциирует Лингрин только с Карлсоном. И именно поэтому не хочет читать другие ее книги со своими детьми. Но вот знаете, они действительно другие, не похожие на Карлсона. В Польше, например, детей из Бюллерви вообще проходят в школе во втором классе, а книга такая толстенная. У нее также есть детский детектив про Калли Блюмквиста и много чего другого, о чем иногда просто забывают. Я себе в план поставила сделать отдельное видео по Астерит и Лингрин, потому что у нее действительно хорошие книги и хочется этим поделиться. Но возвращаемся к Петранелле. Если по оформлению, то книга бюджетная, бумага здесь так себе, но и стоимость невысокая. В книге есть черно-белые иллюстрации. Не слишком много, но достаточно, ровно столько, сколько нужно. И подведя итог, я от всей души рекомендую Петранеллу и девочкам, и мальчикам. Это просто потрясающая книга. И не надо ждать Хэллоуина, чтобы ее прочитать. Это можно сделать в любое время, в любой другой день. Сейчас будет несколько книг от британской писательницы, которые вообще-то не особо-то известны, по крайней мере у нас. Но я вам сейчас такое скажу, что вам сразу захочется прочитать как минимум одну из них. Книга Евы Иббатсон под названием «Тайна платформы номер 13», очень похожа на одну серию про мальчика, которому пришло письмо с приглашением в некую школу волшебников. Но написана она была раньше, в 1994 году. А Гарри Поттер, вы ведь наверняка поняли, что я на него намекаю, был написан только в 1997 году. Когда Еву Ибатсон спросили, не считает ли она это плагиатом, она ответила, что все мы заимствуем друг у друга как писатели. По сюжету в тайне платформы номер 13 есть волшебный мир, который скрыт от мира обычных людей. И попасть в него можно только через платформу номер 13 на вокзале Кинг Крокс Кросс в Лондоне. В этой волшебной стране в королевской семье рождается мальчик, который случайно из-за безответственности нянек оказывается в семье обычных людей в обычном мире. И теперь надо ждать 9 лет, чтобы портал на платформе снова открылся. Через 9 лет в Лондон выезжает спасательная операция, чтобы найти королевского сына. И еще там будет максимально противный толстый мальчик, из-за которого все чуть не пошло наперекосяк. В книге действительно очень много похожего на Гарри Поттера, но это совсем другая история, абсолютно другая. И это действительно классная, интересная история. У Евы Ибатсон какая-то необыкновенная фантазия. Вот мне лично эта писательница очень понравилась. И еще важно отметить важную вещь. Я читала эту и другие книги писательницы в электронном виде, и буду либо так же читать сына, либо возьму библиотеки в переводе на польский. А вот в печатном виде на русском языке книги Евы Ибатсон в продаже я не нашла. Так что либо библиотеки, барахолки, либо электронный формат книги. Следующая книга Евы Ибатсон, которую я бы хотела порекомендовать, это агентство «Фантом в каждый дом». Здесь по сюжету есть агентство, которое заботится о призраках без дома. То есть кому-то из людей нужно свое привидение, а привидениям нужен свой дом. И агентство занимается с тем, что соединяет потребности людей и привидений. И вот у нас есть четыре клиента. С одной стороны, добрейшее семейство привидений, а также ужасная, злобная компания привидений. С другой стороны, монахини, которым нужны спокойные соседи. И старинный замок, владельцем которого недавно стал мальчик, а его дядя хочет оттяпать недвижимость себе, поэтому заказывает злых кровожадных привидений, чтобы до смерти напугать мальчика. Причем провернуло это так, что владелицы агентства не знают, не понимают, для каких жутких целей они ему нужны. И вот из-за случайности конверты перепутаны. И злые отправляются к монахиням, а добрые к мальчику в замок. Невероятная история, которая заставляет переживать за всех персонажей. Причем не только это, но и все, которые я прочитала у Евы Иббатсон. Она обладает уникальным талантом держать читателей в напряжении. И в то же время она очень круто описывает персонажей. Они настоящие, в них веришь. Мне очень понравилась эта книга, и я точно хочу ее прочитать со своим сыном. Следующая книга от Евы Ибатсон это Мисс Ведьма. Она тоже интересная, но мне лично понравилась чуть меньше двух предыдущих. Здесь у нас есть Ариман Ужасный, темный волшебник, которому цыганка предсказала наследника, который станет еще более могущественным. Но вот все тут не появляется никак. А нашему волшебнику-узлому надоело. Поэтому он решил взять дело в свои руки и жениться на ведьме, чтобы произвести на свет наследника. Поэтому объявляется конкурс Мисс Ведьма. Знаете, это такой максимально своеобразный отбор невест. Вообще сейчас этот жанр популярен, но эта книга предназначена именно для детей. И написана тогда, когда это еще не было трендом. В конкурсе участвует несколько злых ведьм, а также белая ведьма Беладонна. Ей, конечно, будет тяжелее всего, ведь надо удивить темного колдуна. В этой книге, как в любой доброй сказке, конечно же, все закончится хорошо для всех. И все получат по своим заслугам, каковы бы они ни были. У Евы Ибуцин есть и другие книги. Их я еще не успела прочитать, но думаю, что они плюс-минус на такой же возраст, как и вышеназванные. Кстати, идеально это все читать в младшем школьном возрасте. Вот мне бы точно понравилось в моем детстве. Итак, следующая ее книга – это «Великий поход привидений». Здесь рассказывается про семью привидений, которым негде жить, потому что им пришлось покинуть свой заброшенный замок, который стали ремонтировать. Чем-то напоминает агентство «Фантом в каждый дом», там тоже есть бездомные призраки. Но это абсолютно другая история. Далее – тайна замка Карры. И тоже про привидений, которым пришлось попутешествовать. Их родовой замок в Шотландии был продан, разобран на части и перевезен в Америку. Призраки замка последовали за ним. Ну и дальше начинается самое интересное. Есть у нее еще книга «Страшилище Клоустонского замка» про замок, который скоро рухнет. Поэтому нужны привидения, чтобы привлечь туристов. Ну и, конечно, тут будет какой-то коварный преступник, куда без него. И последняя книга, которую я упомяну, называется «Операция монстры». Здесь рассказывается про остров, где выхаживают попавших в беду животных, в том числе и тех, которых считают давно вымершими. Но злые люди называют их монстрами. Ну и дальше, судя по аннотации, начнется какая-то детективная история. Если в общем по книгам Евы Иббатсон, то у нее оригинальные сюжеты. Наверное, в чем-то они между собой похожи, чувствуется стиль. Но в каждом есть свой злодей, своя проблема, свои загадки и обязательно хороший финал. А еще у нее потрясающие персонажи. Когда она их описывает, достаточно буквально пары предложений. И они становятся настоящими, живыми. Это просто какой-то невероятный талант. Так что всем желающим рекомендую эти книги, и мы точно с моим сыном что-нибудь из Евы Иббатсон прочитаем. К привидениям мы еще вернемся. Сейчас немного про ведьмочек. Сейчас расскажу про книгу под названием «Ведьма Брунгильде» и ее кот «Первый полет». Иллюстратор и автор Барбара Кантине. Это автор историй о Мартине, о которых я рассказывала о своей прошлогодней подборке хэллоуиновских книг. И, кстати, то видео в данный момент полностью актуально. Так что обратите, пожалуйста, на него внимание. Если вернуться к данной книге, то сначала мы встречаемся с котом, который родился не совсем таким, как его братья и сестричка, которые нашли себе дома. А наш герой был никому не нужен. Поэтому он отправился на поиски самостоятельно. Но что-то не задалось. Отовсюду его выгоняли. А на другом конце города жила рыжая девочка лет десяти. И была она ведьмой. Ей очень-очень был нужен свой кот, ведь без него ведьма не ведьма, даже полететь не сможет. И вот кот и девочка наконец-то встретились. В книге также много про переживания. А получится ли найти свой дом? А вдруг я буду плохим ведьминским котом? А вдруг мне получится стать именно полезной, а не вредной ведьмой? Есть разговоры с мамой, с бабушкой. И, конечно же, тут будет первый совместный полет. И финал-то такой, которого я, честно говоря, не ожидала. Книга подойдет детям даже года в три. В ней нет ничего страшного. Но также интересно будет и постарше, в том числе для тех, кто только начинает читать. Но старше пяти-шести лет, скорее всего, эта книга будет простовата и может оказаться на один раз. Но, с другой стороны, тут потрясающие иллюстрации, огромное количество деталей. И кому-то постарше также будет интересно порассматривать, поразглядывать, поискать какие-то забавные детали. Или если ребенок читает сам, и его интересуют черные коты и рыжие ведьмы. Но, в общем и целом, книга больше от трех-четырех и до шести лет плюс-минус. У автора есть еще вторая книга про этих же персонажей, но на русском языке она не выходила. С ведьмами продолжаем. Вот вам еще одна прекрасная ведьмочка, и совсем не страшная, и тоже с котом. Это серия книг про ведьмочку Винни. У нас одна такая книга есть, точнее, она осталась в Беларуси. А я сама плохо ее помню. Но если в общем и целом, то это написанная с юмором книга про ведьмочку Винни и ее черного кота Вильбура. И они вдвоем постоянно попадают в какие-то приключения. Здесь есть часть книг для помладшей и очень много иллюстраций. И получается, эта книга картинка, без иллюстраций она не имеет смысла. Но есть также и для постарше. Мне кажется, что серию этих книг можно читать лет с четырех-пяти и до младшей школы включительно. А детям, которые уже умеют читать самостоятельно, можно предложить те выпуски, которые чуть для постарше. Вообще, первая история из этой серии вышла еще в 87-м году, и у нее было огромное количество переизданий на разных языках. А общий тираж около 7 миллионов экземпляров, если верить сайту ASTM. И насколько я понимаю, там есть истории для помладшей и для постарше. Я оставлю список с порядком чтения книг и для какого возраста их рекомендуют. Это информация с сайта издательства. Я не проверяла, но надеюсь, что там пишут правду. Вообще, серия книг про ведьмочку Винни и ее кота у меня давно в списке, чтобы и самой получше ознакомиться. И со своим сыном прочитать. Но, видимо, не получится, потому что часть этих книг выходила на польском языке, но не все. А на русском я не буду, пожалуй, покупать. Только если вдруг мне пришлет издательство, либо я решу купить в электронном виде. На лет 3 эти книги есть. Но если вы знаете про ведьмочку Винни больше меня, то пишите, пожалуйста, в комментариях. И еще одна книга про ведьм называется «Последние ведьмы». Автор Тим Тилли, издательство «Фолиант». Она подходит детям младшего и среднего школьного возраста. У главного героя пропала мама, которая раньше рассказывала про ведьм и про какое-то сокровище ведьм. Но никто, конечно же, не верил в эти глупые сказки. Хотя надо было бы. Дальше мальчик встречает девочку, которая оказывается не просто девочкой, а настоящей ведьмой. И после этого огромное количество событий, приключений и финал, достойный этой книги. Более подробно я про нее рассказываю в другом своем видео. И, кстати, там я также показываю другое произведение того же автора – Тимотилия Харклать. В нем нет ведьм, но есть другие магические существа. Здесь еще хочу отметить, что обе книги писателя, в том числе, направлены на экологическую тему. А в сам сюжет вплетено то, что покажет, как важно заботиться о природе. Ведьмы закончились. И переходим к другим существам, живущим в ночи – вампиры. Следующие две книги я не читала, но они мне показались интересными по нескольким причинам. Во-первых, название серии – «Приключения непутевого вампира». Это уже звучит так, как будто будет интересно. Серия состоит из двух частей – «Чесночное происшествие» и «Операция рассвет на пляже». Во-вторых, это издательство «Вильевинки». У них неплохая подборка книг. В-третьих, оформление. Тут хороший шрифт и красивые иллюстрации. Ну, а в-четвертых, конечно же, самое главное – это аннотация. В книге «Чесночное происшествие» вампира Влади отправили на отдых в Крадне в Трансильванию. Там его просто достали двоюродные братцы. Они постоянно преследуют его со своими дурацкими шуточками. Поэтому вампир Влади решает уйти от них в темный лес, чтобы, ну, наконец-то, побыть в одиночестве. Но именно там он неожиданно сталкивается с юной охотницей на вампиров. А вот в книге «Второй. Рассвет на пляже» вампиру Влади только что исполнилось 80 лет. И по вампирим меркам он стал подростком, а именно вампиростком. И начинается подростковый, то есть, простите, вампиростковый бунт. Может, выпить вместо крови сок? Или вместо черной надежды носить яркую? Но самая большая мечта – позагорать на пляже. Но вот незадача. Вампиры просто сгорают на солнце. Непонятно, как быть. Книги обозначены рейтингом 6+. Они короткие. В одной 80 страниц, в другой всего 64. Их можно читать вместе, можно предложить для самостоятельного чтения. Мне кажется, что это истории, которые могут быть интересны младшим школьникам. А еще, кстати, есть электронная версия. Я рассматриваю вариант ее себе приобрести и оценить книгу более внимательным. Следующая серия книг также обозначена рейтингом 6+. И уже от эксмодетства. И позиционируются как вариант для тех, кто пока не очень любит читать. Тут будут гоблины, тенственное заклятие сна, путешествие через порталы и зомби. И вообще, эти книги – это квесты из серии «Ай, кусаются». В книгах, конечно же, есть история, сюжет. Но и много интерактивных элементов – головоломки, переходы на другую страницу, загадочные послания и много всего другого. Про сюжет, я думаю, тут нет особого смысла говорить. Основная идея все-таки в другом. Например, в первой книге в школе кто-то открыл портал, через который началось нашествие гоблинов. И главным героем вместе с читателями книги надо это предотвратить. В других книгах – другие происшествия. Мне кажется, идея хорошая, вопрос в реализации, потому что бывают как хорошие примеры, так и плохие. У нас есть несколько книг-квестов. Например, вот эта «Легенда о рыцарах». Тут нет ничего хэллоуинского, но мы ее проходили, поэтому я могу о ней говорить, а другие еще не прошли. И мы здесь попали в какой-то вечный цикл, поэтому проиграли. То есть мы ходим-ходим с одной страницы на другую, потом еще куда-то, потом снова возвращаемся туда же. И никак не можем пройти. Возможно, мы выбрали просто не самую удачную дорожку. Хотя вообще эта книга интересная, но есть нюансы. Когда еще парочку таких квестов пройдем, я сделаю полноценный обзор. А что касается серии «Ай, кусаются», если она у вас есть, то обязательно напишите, потому что я для себя лично рассматриваю вариант ее покупки, но пока не решила. Следующая книга про привидения, или скорее про то, что кто-то думает, что рядом есть привидения. Это семейка Карлсонов «Пироманы и привидения». Книга подходит для младших и средних школьников, и это детектив, написанный с юмором про детей, которые приехали к своей тете, и, честно говоря, им там совсем не хотелось оказаться. Однако же они и тут, и все не так плохо, как казалось сначала. Но вот внезапно тетушке пришлось уехать ненадолго по делам, а дети остаются одни, дом стоит на острове, и там больше никого нет. И все-таки есть кто-то, кто ведет тебя как привидение. Про эту книгу я уже рассказывала в одном из своих предыдущих видео, поэтому за подробностями правят шум проследовать туда. И еще одна книга с небольшим детективным сюжетом, где главным героям кажется, что в соседнем доме завелось привидение. Это книга «Привидение Картофельного дворца» издательства «Аквилегия М». Кстати, 5 баллов за название интригует. Здесь, конечно же, будет ответ, что такое «Картофельный дворец» и почему именно такое название. Книга состоит из двух частей. Во-первых, это, собственно, сама повесть, давшая название всей книги. Она подходит детям лет от 8-9 плюс-минус. И, наверное, прикольнее всего ее читать на даче, потому что именно там происходит действие книги. Я не могу сказать, что эта повесть произвела на меня большое впечатление. Она нормальная, ее можно прочитать. А также я уверена, что у многих она может вызвать ностальгию, потому что герои достаточно узнаваемы. С точки зрения того, как написано. Тут есть описание и такие микровкрапления, которые вроде бы дают атмосферу. Но все равно для меня в этой повести чего-то не хватило. Вот даже сложно сказать чего, но что-то есть. Вторая часть книги уже не связана с привидениями или чем-то подобным. Это как будто два разных мира в одной книге. Это сборник рассказов под названием «История нашего двора». И это действительно так. Многие персонажи вполне знакомы. Например, дворник, которого никто не замечает. Или женщина-почтальон, которая разносит письма уже много-много лет. И, с одной стороны, узнаваемость персонажей – это хорошо. Но, с другой стороны, опять как будто чего-то не хватило с точки зрения раскрытия персонажей. Не хватило какой-то глубины. Плюс во всей книге на мой ни на что не претендующий взгляд встречаются детали, которые мне ничего не дают. Ни раскрытие персонажей, ни атмосферы, ни движение сюжета. И если бы это была беседа с человеком, то прекрасно. Но в рамках книги мне они показались лишними. Но, может быть, я не права. В большинстве рассказов финал меня немного разочаровал. Вот вроде бы все хорошо, но чего-то не хватило. Слишком просто и очевидно. Но есть в этой книге один рассказ, который просто потрясающий. Он ведется от имени почтовых ящиков, которым поступил новенький ящик. Их диалоги великолепны. Завязка сюжета, как все происходит тоже. Финал именно тот, которому все идет. Наверное, я люблю чуть более оригинальные концовки. Но в данном случае мне понравилось. Если первая часть «Повесть про привидения» будет интереснее скорее школьникам, то вот вторая часть, наверное, взрослым. Я уверена, что есть люди, которые эту книгу оценят больше, чем я. Особенно те, кто любит поностальгировать и кто любит почитать о том, что видят вокруг. О небольших, но позитивных случайностях или не случайностях рядом, буквально в соседнем доме или дворе. А также, если про первую повесть, то она может понравиться многим детям. Мне есть детективная загадка. Хочется узнать, что творится в заброшенном доме. Как для детей – нормально. Как для взрослого человека автор немного не дотянул. Не хватило вот этой магии, когда читаешь книгу и чувствуешь, что она невероятна. Здесь немного по-другому. Спокойная история написана по достаточно очевидному алгоритму, без каких-то трудностей для персонажей. Вот, я поняла, чего мне не хватило в этой книге. Препятствий для персонажей, потому что очень уж у них тут все гладко и прямо идет. Но есть и любители именно таких книг. Еще одна книга от издательства «Аквилегия М» называется «Ты ничего не знаешь о привидениях». Автор Павел Леницкий. И вот она мне понравилась. Здесь рассказывается про мальчика, который учится в обычной английской школе. И в самой первой главе, на самых первых страницах, он убегает от трех нехороших одноклассников, которые хотят сделать ему что-то, ну, вряд ли что-то хорошее. Он прячется за дверью, забыв, что это старый корпус, где водятся привидения, которые жаждут крови невинных учеников. Небольшой спойлер. Он, конечно же, встретит там привидений, но все окажется совсем по-другому. Ведь ты ничего не знаешь о привидениях. В книге будет много всего. Будут некоторые тайны, загадки, небольшое расследование, чтобы докопаться до истины. Будет много литературы, потому что главный герой любит читать и часто беседует со своим преподавателем литературы. Будет взаимодействие с теми мальчиками, которые плохо к нему относятся и пытаются навредить разными способами. Будут ситуации, которые еще чуть-чуть и закончились бы совсем плохо. Читать книгу интересно. Интересно узнавать, как движется сюжет, как ведут себя персонажи. Но самое главное, что в книге будет объяснение, почему привидения возникают, откуда они берутся и когда они уходят. Потому что в этой книге они, можно сказать, смертны. Есть конкретная причина у каждого из них остаться и конкретная причина, чтобы они ушли навсегда. Есть так называемый жнец. И может быть, кто угодно. И в самом конце книги получится узнать, как и кто им становится. В этой истории есть грустные моменты, но в общем и целом она полна надежды. Потому что, что бы ни случилось, в итоге все будет хорошо. Книга оставляет после себя очень доброе, теплое ощущение. Если вернуться к Хэллоуину, то эта книга как раз для тех, кто не хочет сильно пугаться. Хотя, да, тут есть страшноватые сцены. Но для тех, кто был бы не прочь прочитать хорошую историю. Привидения закончились. И переходим к нечистой силе. А именно книги несусветные, как мы подружились с чертенком. Главные герои трое детей, которые переехали в небольшой финский городок. Кстати, писательница Марья Малми живет в Финляндии, но пишет на русском языке. И это ее псевдоним. По сюжету дети играют на ближайшей детской площадке, которая не в очень хорошем состоянии. Рядом есть новая, обустроенная. Но там играет только один лишь мальчик. А вход туда стережет его, ну, очень неприятная бабуля, которая не пускает детей, ибо их площадка вон там вот, а не вот эта. А потом еще и перевязывают ту старую горку веревкой, потому что там опасно кататься детям. В общем, ну, очень вредный и противный персонаж. И вот именно поэтому в горке появляются вратики, из которых вылезает чертенок. Именно вратики, потому что чертенок еще маленький. Но ведут они именно туда, в ад. Ну, а дальше дети начинают с ним дружить. Конечно, чертенок не знает, как себя вести. Делает разные вещи, как хорошие, так и сомнительные. Но в то же время его нельзя назвать плохим-плохим. Нет. Просто он не умеет по-другому. Он пытается вести себя хорошо, но у него не получается. И даже в одной сцене кто-то из детей ему говорит, чтобы он вел себя нормально. На что тот отвечает, ну, а где ему не было учиться? Если туда вниз попадают к нам одни подлецы. В книге происходит много всего, но самый трогательный момент – это когда они попали на ферму. А потом кое-что произошло. И то, что сделал чертенок, не каждый добрый человек сделает. Вот хоть он и вырос в аду, но знакомство с детьми ему многое дало. А еще его мама. И чувство справедливости и несправедливости у него есть. Конечно же, в конце появляется и отец из ада. Тот самый, который там самый главный. Это не спойлер. Мы узнаем, кто его отец в самом начале книги. Ну, а дальше происходит то, что происходит. Рассказывать не буду. К этому надо прийти через всю книгу. Финал здесь потрясающий. Это тот случай, когда у автора действительно получилось. Основной мотив книги – это добро и зло. Причем написано так, что даже вроде бы нравоучительные фразы не звучат нравоучительно. И акценты расставлены так, как надо. Потому что здесь все это важно. Это в сюжете, это в словах детей и чертенка. Да и дети ведут тебя абсолютно нормально. Наверняка вы встречали книги, когда читаете и не верите, потому что люди так не говорят, так не делают. А вот в несусветных веришь каждому слову. История фантастическая. Вы же понимаете, что никакой черт на самом деле не вылезет из вратиков на детской площадке. Тут, кстати, еще и внутренняя конструкция вратиков специфическая. Это очень смешно, но не буду вам портить сюрприз, когда вы об этом будете читать и слушать, что рассказывает чертенок. В этой книге, какие бы события ни были описаны, есть ощущение, что это было на самом деле. Персонажи здесь живые. И самое главное, что они разные. Их даже различаешь по речи, по их поведению. Книга подойдет детям приблизительно лет от 9 до 13, может быть, 14-15. И мне тоже было интересно ее почитать. Рекомендую. Я знаю, что многим из вас приходится использовать VPN, чтобы посмотреть мои видео. Это грустно. Но у меня есть решение, которое решит вашу проблему и будет полезно мне. Я выкладываю все свои новые видео с помощью альтернативного плеера, который доступен всем и всюду на сервисе Boosty. За минимальные всего лишь 100 российских рублей вы получаете доступ к просмотру моих видео на целый месяц. И для вашего удобства я сделала каталог в Notion, чтобы вы смогли легко найти интересующую вас тему. И да, все уже существующие видео будут потихоньку добавляться на Boosty и базу данных Notion. Теперь расскажу про парочку книг нон-фикшн для детей, которые можно прочитать в преддверии Хэллоуина. Или даже в саму Хэллоуиновскую ночь. Ведь если вы выйдете на улицу именно тогда, вы наверняка встретите там существ, которые просто идут и идут, а потом раз и хотят вас съесть. А может быть, они даже притворяются нормальными, а потом оказывается, что это зомби. Но самое страшное, что может случиться, это когда вы с ними повстречаетесь, но не будете знать, что делать дальше. И вот эту проблему поможет вам решить следующая книга. Краткий курс выживания на случай нашествия зомби. И вы можете подумать, что это ерунда какая-то. Ну, как зомби ж на самом деле не существует? Да, зомби не существуют. Ну, по крайней мере, насколько известно на текущий момент. Но, как пишут авторы данной книги, что если вы подготовлены к нашествию зомби, то все остальные проблемы будут вам точно по плечу. Книга начинается действительно с описания зомби. Какие они бывают и кто это вообще такие? И постепенно мы двигаемся к основной информации книги, где написано действительно много дельных советов. Кстати, в течение данной книги нам ненавязчиво дают некоторые антизомбические правила. Например, первое звучит так. Есть знания, нет страха. Или вот, например, девятое на странице 63. «Занимайся спортом, твое тело – это помощник, который всегда с тобой». Ну, вот если просто сказать об этом, то это будет звучать слишком банально и нравоучительно. Но если это антизомбическое правило, то совсем другой разговор. И вот здесь как раз, вот тут вот, более подробное объяснение, как быть в хорошей форме. Огромное количество советов. Да, иногда они могут быть даже слишком короткими. Но это в том числе побуждает разобраться в этой теме поподробнее. Например, вот на странице 21 мы тут узнаем про кордицепс однобокий. Это гриб. И рядом сноска. Если вы хотите узнать про него побольше, набери в ютубе «Зомби от муравей зомби». Есть еще одна особенность книги, которая мне очень понравилась. Это то, что в книге огромное количество заданий. И не только забавные духи «придумай своего зомби». Но, например, про навыки и умения. Нужно записать, что умеешь и что хочешь уметь. А потом предлагается придумать, как достичь этого умения. При этом задаются вопросы, которые помогут читателю книги с этим разобраться. Книга мне очень понравилась. Я думаю, что она подойдет уже младшим школьникам, если изучать ее вместе с родителями. А средние и старшие школьники смогут прочитать ее самостоятельно. Она действительно очень круто придумана. Пять баллов авторам, потому что, на мой взгляд, это гениальная идея. И аналогов я не знаю. Мне кажется, что даже во время Хэллоуина, праздника, можно поговорить о каких-то ситуациях, с которыми можно столкнуться. И сделать это в такой забавной форме, почему бы и да. В общем, мне эта книга понравилась. И я точно еще в каком-нибудь другом видео расскажу о ней гораздо более подробно. Сегодня формат видео этого не позволяет сделать. Следующая книга также нонфикшн. Называется «Она создала чудовище. Как Мари Шелли придумала Франкенштейна» автор Лен Фултон и иллюстратор Филичита Сало. Книга основана на реальной истории создания этого произведения. Кстати, если кто-то хочет прочитать оригинал, то в предисловии к Франкенштейну Мари Шелли это описала. И вот как раз на основе данного предисловия создана эта книга, которая предназначена детям младшего школьного возраста. Наверное, средним школьникам тоже может быть интересно, но, возможно, им уже можно прочитать и оригинальное предисловие. Правда, там нет иллюстраций, а тут и не есть. История была такова, что известный поэт Лорд Байрон, да-да, именно тот Байрон, который писал сонеты, пригласил к себе на виллу возле Женевского озера гостей. Среди них была в том числе и Мари Шелли. Погода была плохая, делать было нечего, поэтому пришлось сидеть в доме возле дровяного камина. Компания развлекала себя чтением книги, сборника немецких страшных сказок и рассказов о привидениях и проклятиях. Слово за слово, и Байрон предложил своим друзьям каждому придумать по страшной повести. И именно тогда Мари Шелли создала чудовище Франкенштейна. И сейчас это один из самых узнаваемых образов в мировой литературе. Именно об этом и можно узнать из книги Линн Фултон. И заодно скажем спасибо лорду Байрону. Без его идей, скорее всего, ничего бы не получилось. Следующая книга предназначена детям, которые учатся читать. Но вдруг, например, в хэллоуинскую ночь вы решите изучить буквы. Ну а что, к чему плохая идея? Мне кажется, отличная. Как бы то ни было, следующая книга от Нила Геймана. И называется «Кошмарный алфавит. Иллюстратор Грис Гриммли». Больше всего меня удивило, что автор Нил Гейман, тот, кто написал Каролину кладбищенскую историю, тоже, кстати, великолепные книги для Хэллоуина, но о них я рассказывала в прошлый раз. Что касается кошмарного алфавита, это что-то просто невероятное. Я такую азбуку еще не видела. И она действительно очень классная. Но есть нюансы. Во-первых, шрифт. Если предполагается, что это для чтения детей самостоятельно, то он сложный. Потому что тут встречаются рукописные буквы, и стилизованный поток, как будто бы кто-то это написал. Да, это красиво, но для детей сложно. Во-вторых, книга изначально английская. А как известно, английский алфавит короче, поэтому все русские буквы сюда не поместились. Я, конечно, всю книгу не видела. Может, их как-то впихнули? Но логика мне подсказывает, что нет. В-третьих, насколько я понимаю, на иллюстрациях надо искать слова на указанную букву. Но английские слова отличаются от русских слов. Поэтому это тот тип книги, который невозможно полноценно перевести на другой язык. При всем при этом, судя по ознакомительным страницам, переводчику и издателям удалось перенести это все на русский алфавит. Но это все трудности перевода. В общем и целом, книга просто прекрасна. И еще одна книга, которую я не читала, но которая показалась мне достойным образцом для хэллоуинского времени. И она одна из самых страшных за сегодняшний день, за сегодняшнюю подборку. Эта книга – дневник пропавшей Прим Роуз. Это первая часть серии «Призраки Авелины Джонс». Вообще, на русском языке я нашла только первую, вот эту книгу. Но на польском языке есть их три. И первая книга даже какие-то местные номинации получила. И все три книги с очень хорошими отзывами. Я пока не читала, но планирую. Главная героиня книги – Авелина. Она приехала в гости к своей тете в маленький приморский городок. И первое, что ей бросилось в глаза – это жуткие пугало. Зачем их так много понаставили возле домов? Да и все остальное тут какое-то мрачное. А чтобы было веселее, Авелина нашла в книжной лавке сборник местных легенд. И они оказались действительно увлекательными. Но вот только девочка, которой раньше принадлежала эта книга, бесследно исчезла много лет назад. А если это не случайность? И может, это связано с одной из легенд? Но главное, почему Авелине кажется, что за ней кто-то следит? В общем, мне кажется, что в этой книге точно есть жутковатая хэллоуинская атмосфера. Если кто-то уже читал эту книгу, делитесь отзывами. Да и вообще пишите все, что еще интересного и страшного вы можете посоветовать. Благодаря вашим комментариям я тоже открываю для себя что-то новое. Как, например, Петранеллу. Напоминаю, что прошлогодняя подборка книг на Хэллоуин полностью актуальна. Там действительно огромное количество замечательных книг, которые вы без проблем сможете найти и сейчас, и в этом году. До новых встреч!